что могу приветствую вас дорогая церковь я приветствую наших зрителей кто смотрит нас онлайн сегодня мы будем говорить об очень важной теме название нашей проповеди вы наверное уже читали его смерть где твое жало сегодня я хочу говорить о теме которая достаточно ну скажем так достаточно непростая достаточно табуированная в современном обществе потому что можно говорить о чем угодно но когда заходит разговор о смерти как о конечном этапе наверное движения жизни человека тогда в сердце людей появляется страх люди активно особые люди активно смотрят соцсети где в этих соцсетях говорят о смерти особые люди активно просматривают видеоконтент чтобы не дай бог кто-то что-то не сказал о смерти но вопрос в том что есть вещи о которых надо говорить но надо говорить не с позиции человеческого страха не с позиции может быть просто науки а с позиции священного писания вы знаете дорогие мои иногда господь проводит нас через определенные испытания иногда господь позволяет нам в нашей жизни пройти определенные я их называю так терминальные конечные состояния когда человек и смерть они стоят лицом к лицу я хочу прочитать слова апостола Павла которые записаны в послании к филиппийцам в первой главе в послании к филиппийцам первая глава и мы прочитаем с 21 стиха конечно мы немножечко вырываем из контекста но апостол Павел говорит так ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение вы знаете по поводу говоря или размышляя по поводу современного тотального страха смерти слова апостола Павла согласитесь звучат несколько диссонансом для меня говорит он смерть является приобретением и я не понимал слов апостола Павла может быть не понимаю до конца их и сейчас но вы знаете однажды я испытал то что я называю терминальным состоянием когда мы с моей семьей с моей супругой мы переболели ковидом вы знаете да что мы болели ну практически год назад и болели достаточно тяжело начинали болеть дома потом у меня меня увезли в больницу было серьезное поражение легких больше 80 процентов слава богу я об этом не знал мне об этом сказали уже при выписке когда я получил бумагу и когда я прочитал я сказал хорошо что я об этом не знал я бы начал паниковать тогда наверное даже будучи верующим но состояние было на самом деле очень тяжелое когда я помню к нам на обход приходил врач и все как всегда начинали ему задавать вопрос когда нас выпишут когда мы наконец пойдем домой и когда этот вопрос задавал я он врач так обводил рукой а у нас лежали в палате в основном люди пожилые уже там за 50 ну за 60 за 70 вот такие пожилые люди и врач показывал рукой и говорит ты знаешь из всех них ты самый тяжелый куда ты просишься домой ты самый ты самый тяжелый который вот вообще потрепал нам много нервов врачам потому что когда я попал в больницу пошло еще большее ухудшение но не об этом речь но хотя знаете дорогая церковь я хочу сказать большое спасибо тем кто молился за нас молитвы церкви это действительно огромная сила и я знаю что без молитв церкви все могло бы закончиться гораздо хуже единственное что я чувствовал на тот момент я чувствовал что состояние действительно тяжелое и первые несколько дней в больнице я не мог спать ну ночей я не мог спать я просто садился на кровать включал прославление мысли в кучу собрать было очень сложно и я молился как мог вот как сегодня говорил Сергей Владимирович простыми словами Господь благослови но что я понял когда я оказался вот на этом терминальном да состоянии приближение к смерти мне пришлось переоценить очень много в моей жизни и я честно вам говорю сегодня что я понял что я не готов в тот момент оказаться перед Господом есть дела которые мне нужно завершить здесь мне пришлось перевести провести правильное ранжирование наверное тех приоритетов которые были у меня в сердце которые были в моей жизни и я понял что очень многие вещи которые мы делаем перед Богом наверное за которые мы волнуемся в нашей жизни перед лицом смерти они оказываются просто шелухой пустотой они не имеют значения и иногда Господь помещает нас в эти состояния для того чтобы человек находясь в этом состоянии переоценил себя и понял насколько он знает Бога понял насколько ему дорог Господь и вот на тот момент состояние Павла оно приближалось к терминальному он находился один его оставили все он понимал что через некоторое время его казнят и Павел размышляя о своем жизненном пути перед Богом подходя к смерти он не боится ее и он говорит смерть для меня в моем состоянии когда я нахожусь во Христе смерть для меня является приобретением это состояние истинного христианина давайте сегодня будем говорить честно я знаю что и я верю в то что конечно мы скоро увидим пришествие Господа но я знаю что многие из нас встретятся с Господом пройдя через смерть давайте будем честными мы можем это закрывать мы можем об этом забывать но это будет так и вопрос а как христианин относится к смерти я хочу сказать следующие слова может быть для того чтобы прояснить свою позицию для того чтобы впоследствии не занимать много времени на эту тему я хочу сказать следующее христианская церковь никогда не видела в смерти врага христианская церковь никогда не видела смерти врага потому что во Христе смерть становится приобретением но с другой стороны христианская церковь никогда не учила искать смерти христианская церковь однозначно осуждает самоубийство она однозначно говорит о том что самоубийцы идут в ад потому что отвергли самый дорогой дар Господа самый важный дар Господа жизнь Это очень страшный грех, самоубийство. И церковь никогда не будет оправдывать самоубийство. Церковь никогда не будет толкать верующих искать смерти. Представьте себе, 4 век, начало 4 века нашей эры. Очередная волна гонений на христиан. Я уже даже не знаю, какая по счету, но на тот момент гонения были настолько серьезны, что даже сами неверующие возмутились несправедливостью этих гонений. Сами неверующие стали стараться прятать христиан, помогать христианам избежать смерти. В этот же момент вырастает культ мучеников. Когда мученики за христианскую веру, умершие за христианскую веру, их начинают высоко в церкви почитать, собираются на могилах мучеников, появляется учение о том, что мученикам прощаются все грехи, мученичеством человек искупает все грехи перед Господом. И многие люди, что происходит? Многие люди в церкви начинают искать мученичество. Многие люди начинают специально приходить и разрушать языческие капища. Многие люди сознательно провоцируют римскую власть, сознательно выставляют на показ свою веру. Только для того, чтобы стать мучениками ради Христа. И в начале 4 века на одном из соборов церковь сказала, если ты сознательно ищешь смерти, ты самоубийца. Если ты сознательно стремишься к смерти, даже если ты прикрываешь это Христом, ты самоубийца. Таких людей не считать замучеников. Церковь всегда провозглашала жизнь. Аминь. Церковь всегда провозглашала ценность жизни. Но в то же время церковь учила не бояться смерти. Сегодня церковь не благословляет. Послушайте, сегодня церковь не благословляет экстремальные виды спорта. Потому что в них человек испытывает судьбу и скушает Господа. Он приближает свою смерть. Сегодня церковь не благословляет различные, скажем так, развлечения, которые могут привести человека к смерти. Сегодня церковь не благословляет самовольное стремление к смерти. Но церковь учит смерти не бояться. Церковь учит тому состоянию, когда во Христе мы придем к этому терминальному состоянию и скажем, как апостол Павел, для меня смерть является приобретением. Давайте мы откроем с вами ключевое место, в котором мы начнем рассуждать вообще, как появилась смерть и почему она появилась. Давайте мы откроем книгу «Бытие», книгу «Бытие», третья глава. Книга «Бытие», третья глава. И мы говорим с вами о грехопадении человека. И мы прочитаем с вами с 14 стиха. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми. И ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить его в питу». Жене сказал, «Умножая, умножи скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терны и волшцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущим». Давайте на минутку отвлечемся. Представьте себе, в чем заключалось грехопадение. Мы об этом прекрасно знаем. В раю было, мы говорим, дерево познания добра и зла. И Господь полагает препятствия для человека при прикосновении к этому дереву. Он говорит, не вкушайте. От дерева добра и зла. Не вкушайте. Это нормально, потому что всякая нравственность, она предполагает свободу выбора. Если нет свободы, там нет личности, там нет роста, там нет развития, там нет образа Бога. И Господь дает человеку свободу. Первое, скажем так, первое испытание. Первую свободу. С этим согласны все христианские авторы. Но здесь возникает вот какой вопрос. Представьте себе, человек ходил перед Богом. В чем была главная задача человека во время его, перед его грехопадением? Что хотел Бог от человека? В чем было счастье человека? В чем был замысел Бога для человека? И вы знаете, согласно ранним христианским толкованиям, да вы знаете и еврейским толкованиям, идея была такая. Бог дал человеку крест. Бог дал человеку крест. Что должен был делать человек? Он должен был нести свой крест перед Богом. Вы скажете, какой крест? Ну, как минимум, он дал ему землю, профессию, он дал ему жену, он дал ему отношения, он дал ему определенную обязанность и ответственность, и он дал ему древо познания добра и зла. То есть получается, что познание Бога возможно через несение креста. Почему? Потому что таким образом мы уподобляемся Сыну Божьему, для Которого, в Котором, ради Которого и под Которого, по примеру, по образу Которому сотворена Вселенная. И если ты хочешь быть образом Сына Божьего, Христос говорит, возьми крест свой и следуй за Мною. Через крест мы уподобляемся Богу. Мы не знаем, и сегодня мы не можем фантазировать, было ли дерево познания добра и зла запретом, временным или постоянным. Но некоторые комментарии говорят о том, что дерево познания добра и зла, это был запрет временный. Временный. То есть получается, человек не мог прикоснуться к нему до времени. Человек не мог познать добро и зло до времени. До какого времени? До времени несения своего креста. До того времени, когда человек придет в образ Божий, и во Христе он познает добро и зло. Ибо всякое познание, которое производится не во Христе, не через Христа, оно приводит человека к разрушению. Оно приводит человека к разложению его внутренней сущности. Оно приводит человека к смерти. Вы можете сказать, Антон Иванович, на каком основании ты это говоришь? А есть ли какие-то еще библейские примеры? И здесь мы можем привести пример искушения Иисуса Христа. Иисуса Христа. Когда, помните, в чем искушал дьявол Иисуса? Он предлагал ему быстрое решение без креста. Понимаете, он говорит, зачем тебе строить Царство Божие? Зачем тебе умирать? Зачем тебе страдать? Получи здесь и сейчас. Поклонись мне и все отдам тебе. То есть, по сути, искушение Христа, оно было идентично искушению Адама. И у Адама был выбор. Либо ты берешь свое здесь и сейчас и прикасаешься к дереву познания добра и зла. Либо ты приходишь к нему тогда, когда тебя приводит Господь. Не тогда, когда ты хочешь, а тогда, когда тебя приводит Господь и познаешь Бога. Интересна такая точка зрения. Я не претендую, что она является единственной. Но эту точку зрения высказал христианский богослов Ефрем Сирин, который, отвечая на вопрос, рассуждая, вольно, аллегорически рассуждая, а что же это было за дерево познания добра и зла? Очень красивое толкование. Он говорит, что, возможно, это был виноград. Почему виноград? Потому что из винограда делают вино. А вино – это символ причастия. Прикоснувшись к дереву добра и зла, человек должен был причаститься жизни Христа. Человек должен был причаститься вечной жизни, причаститься полному познанию Бога. Но это было невозможно до тех пор, пока человек не пронес свой крест, пока он не прошел. И своевольно, выбрав познание, дерево познания добра и зла, человек, по сути своей, он причастился не Христу, он причастился не Богу, он причастился сатане, смерти и своей собственной греховной природе. Он впустил ее в свою плоть, он впустил ее яд, яд смерти в свою жизнь. Почему сказано в послании к Коринфянам, что жало смерти, первое жало смерти – это грех, своеволие человека, гордыня человеческая. А еще одно толкование, очень красивое толкование, оно говорит так. Когда человек вкусил от дерева добра и зла, он познал Бога, он познал Бога, но он познал не Божью милость и любовь, он познал Божий гнев. Как когда-то, наверное, очень удивился сатана, когда он противостал против Бога, и он вдруг увидел, что Бог-то оказывается еще и справедливый, что Бог оказывается еще и гневающийся, что Бог оказывается еще и, извините меня, и в ад может тебя отправить. И подобные знания Адама не обрадовали. Он сразу появился стыд, вина, он увидел Божью святость, он увидел Божью красоту, он увидел Божье вот это слепящее совершенство, которое даже ангелы не могут терпеть, от которого даже ангелы прикрываются. И когда человек увидел его, при этом согрешив, человек не выдержал этого, человек убежал и спрятался от Бога. Да, он познал добро и зло, он познал Бога, он познал реакцию Бога на зло. Но эта реакция, она привела человека к его физической смерти, ибо ничто греховное не может быть в присутствии Бога. И Господь, после грехопадения человека, Господь говорит, как бы человек не вкусил от дерева, какого? Жизни. Почему? Казалось бы, ну что, Бог такой злой? Нет, Бог знал, что человека ждет смерть. Но почему-то Бог оставляет смерть человеку. А вы знаете, в этом была великая милость Бога. Представьте себе, вечно переживать гнев Божий. Представьте себе, вечно переживать Божью ярость, Божью справедливость. Вечно. Знаете, как это называется в христианстве? Ад и озеро огненное. Это то состояние, в которое придет грешник, если не покается. Если ты сегодня не знаешь Христа, я тебе говорю честно, ты придешь в ад. Если ты сегодня не хочешь каяться, если ты пребываешь в своем грехе, ты окажешься в состоянии Адама, только вечно. И Господь предпочитает оставить человеку смерть. Для того, чтобы человек не пребывал, чтобы у человека был шанс исправить свою жизнь. Таким образом, смерть, это в какой-то мере даже дар Бога для человека. Ну вот, смотрите, давайте сразу определимся с понятиями. Когда Библия говорит о смерти, Библия говорит о двух видах смерти. Во-первых, она говорит о самом страшном виде смерти. Это смерть вечная. Смерть вторая. Это смерть, из которой нет возврата. Вот это настоящий враг человека. Смерть, которая заканчивается для неверующих в озере огненном и вечными страданиями. Вечным переживанием Божьей справедливости. Страшной Божьей справедливости. Страхом перед Божьей святостью. Вечные страдания. Это смерть вторая. Это смерть, самый главный враг человека. И вторая смерть, точнее первая смерть, это смерть физическая. Ее даже и смертью-то назвать, знаете, не совсем правильно. Это трансформация. Когда человек из одного образа, как гусеница, из гусеницы становится бабочкой. Меняет одно тело на более совершенное. Меняет тело земное на тело вечное. И вечно существующее. И вот знаете, если бы мне позволено было сравнить, то вторая смерть, точнее, давайте начнем с первой, земной смерти. Первая смерть, она похожа на старого беззубого льва. Старого беззубого льва. Он не опасен. Он не опасен, он не страшен. Единственное, что у него есть, у него есть глубокий рык. Поэтому многие люди боятся первой смерти больше, чем второй. Они боятся умереть на земле, но почему-то они не боятся ада. Они не боятся гиены огненной. А вторая смерть, это молодой лев, у которого есть огромные клыки, но который не рычит. Который сидит в засаде и ждет, когда лань попадет в его когти. Который сидит и ждет, как человек, боясь и убегая от первой смерти. В определенный момент он попадет в лапы ко второй. Друзья, я понимаю, что я, наверное, захожу на очень личную территорию сегодня. Легко рассуждать, наверное, в теории, в богословии, да? И тяжело, когда ты переживаешь смерть близких, смерть родных. Поверьте, я не хочу никого обидеть, я не хочу уменьшить чьи-то страдания. Я просто хочу показать значимость. Первой смерти перед смертью второй. И когда мы говорим о том, что Христос победил смерть, заметьте, как интересно. Бог освобождает нас. Христос освобождает нас от ада и гиены огненной. Он освобождает нас от самого страшного врага. Он освобождает нас от смерти какой? От смерти второй. Но почему-то Он оставляет нам смерть первую. Да, говорит апостол Павел, придет время, и некоторые из нас встретят Христа и не увидят смерти. Но почему-то многие поколения христиан они умирали, ожидая Христа. Физически умирали, ожидая Христа. И это мы не избегнем. Почему? Потому что сама по себе эта смерть, она не настолько значима. Даже в какой-то мере, как я уже сказал, церковь не боится смерти. Даже в какой-то мере церковь усматривает за смертью какие-то полезные функции. Какие? Ну, представьте себе. Это говорю не я, это говорит церковь. Это историческая церковь. Церковь говорит, ну, говорит, представьте себе, если бы человек, ну, жил, например, не 30 лет, там, не 50, не 60, не 80, не 90, а жил 900 лет. Вы представляете, сколько бы у человека было вариантов согрешить и покаяться. Тут, извините меня, 20 лет в Боге и порой тебя так штормит, и ты думаешь, Господь, удержаться бы, да, уже поскорее бы, да, удержаться бы. А представляете, 900 лет. Мы удивляемся, как ситуация, как ситуация с потопом могла произойти. А очень просто, за 900 лет сердца людей, за это время сердца людей настолько ожесточились, что по сути своей люди уже и не могли покаяться. Хотим ли мы этого? Нет. И когда-то Христос, говоря о смерти, да, говоря о человеке, Он говорит, по милости Господа сократились эти дни. По милости Господа. Почему? А если бы не сокращались эти дни, то никто бы не спасся. Не выдержали бы мы от этого бы мира. Не выдержали бы от этого накала страстей. Даже 200 лет. Поэтому Господь дает нам физическую смерть как предел. Многие каются только потому, что боятся физической смерти. И вдруг понимают, приходя к ней, они понимают, что что-то будет дальше. И они ищут Господа и приходят к Нему. И опять же, смерть, она как будто бы играет на руку нам. Смерть это начало новой жизни. Смерть это начало новых отношений с Господом. Посмотрите, что говорит нам Священное Писание. Это послание Коринфянам. Первое послание Коринфянам. Пятая, пятнадцатая глава с пятьдесят четвертого стиха. Первое послание Коринфянам. Пятнадцатая глава с пятьдесят четвертого стиха. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Страшна не смерть, страшно жало, которое эта смерть несет с собой. Страшна не физическая смерть, страшен страх этой смерти. Страшна не физическая смерть, страшен страх прийти к этому концу, прийти к этому завершению. И когда мы говорим о победе Христа над смертью, когда мы говорим о победе Господа над смертью, мы говорим о том, что Христос лишает смерть своей силы. Христос лишает физическую смерть своей силы. Представьте себе, когда мы идем по улице и мы наступаем на змею или вдруг нас кусает пчела, нас кусает шмель и оставляет нас свое жало. То же самое смерть. Когда смерть пришла в жизнь человека, она впрыскивает в дух человека свой яд. О каком яде мы можем говорить? Это страх, это болезни и боли, это страх перед старостью, это страх остаться одному, это страх гордыни, это страх трудоголизма, страх неудовлетворенности этой жизни. И многие люди, убегая от этого яда, убегая от этого жала, они приходят к смерти неготовыми. Убегая от этого жала, они так или иначе попадают в лапы смерти второй. И когда мы говорим о победе Христа над смертью, мы говорим как раз о том, что Христос освободил нас от этого жала. Христос освободил нас от этого яда. И потому, как говорит апостол Павел, давайте мы еще раз с вами вернемся к посланию к филиппийцам и прочитаем слова апостола Павла. В первой главе, но уже немножечко пораньше. С 20 стиха. Вот что говорит церковь о смерти. Смерть это венец жизни. В смерти открывается наша истинная природа. Смерть, она украшает христианина. В свое время, когда Господь приготовит, когда мы к ней придем. Смерть является способом благовестия Иисуса Христа. Потому что мы помним о том, как умирали Павел, Петр, мученики церкви. И мы вдохновляемся их примером. Наша с вами смерть является примером для наших детей. Христос победил жало смерти. Аминь, дорогие друзья. Но все-таки, возлюбленные мои, мне хотелось бы еще немножко продолжить говорить с вами о жале смерти. И мы с вами возвратимся к книге Бытия. И посмотрим на то, скажем так, те условия или то описание наказания человека, которое нам говорит Господь. Мы должны понимать, что то, что происходит с человеком, с Адамом и с Евой, это не есть прямое наказание Господа. Это не значит, что Господь взял кнут и решил всех выпороть. Это значит, что человек сам вошел в это состояние. Это значит, что это состояние, которое описывает Господь, то же самое смерть, это последствия выбора человека. Это не то, что Господь вживил нас, это последствия выбора человека. Итак, Господь говорит, когда Он говорит о змее, Он говорит, ты будешь жалить его в питу. О ком Он говорит? Ну, прежде всего, мы рассматриваем этот стих, как пророческое повествование о Христе. И вот этот момент Голгофы, когда Сатана жалил Христа, да, вот этими страданиями голгофскими, но что сделал Христос? Ты будешь поражать его в голову, написано, да? Ранения в пятку редко бывают смертельные. Ранения в голову чаще всего они приводят к смерти. И через смерть земную Христос раздавил смерть вторую. Христос победил самого страшного врага. Христос освободил нас от страха смерти второй. Но все-таки...